Речь пойдет о задаче, которую придумал в ней в 1969 году. О ней написал статью Мартин Гарн в 1974 году. Довольно серьезное продвижение этой задачи было после этого в 1981 году. Убайс и Атлышка. По-настоящему решил эту задачу конвейер. Это великий математик, он очень много и другого математики сделал. По-настоящему много, огромное количество потрясающих теорем он доказал. Он выиграл формулу, которую мы сегодня докажем для вероятности выигрыша в этой игре. А сначала есть маленькая. Я ее проставлю. Каждый раз будет выпадать либо герб, либо цифра. Давайте считаем поняту честный. То есть считаем, что выпадение происходит с вероятностью 1 на 2. И какая-нибудь вот такая стандартная последовательность. Орел, Решка, Орел, Решка, Решка, Орел, Решка. Итак, замечательно. Господа, пусть играют вольт. Аттин загадал. Как только она выпала, он выиграл. Вот она впервые выпала здесь, поэтому даже следующая буква нам нужен. А другой человек загадал другую последовательность. Например, он загадал последовательность ООО. И как только она выпала, то вот здесь видно, что выиграл первая. А могло быть и вдруг вопросом. С какой вероятностью выиграли это, с какой вероятностью выиграли это. Еще лучше, если мы сформулируем эту задачу в виде такого игорного дома. Вот представьте себе, я завожу себе игорное заведение и всех зову. Загадывайте любую трехгуквенную последовательность. Любую. Всему трехгуквенную последовательность. Понятное дело 8. ОООО, ООО, Р, Р, ОООО. Загадывайте любую. И я после этого выберу какую-нибудь. Интересно, эта игра выгодная для меня? Почему нет? Потому что вы же можете выбрать любое из вас иных слов. Вы можете взять себе самое лучшее. Оказывается, однако, что ничего подобного. Не можете вы себе взять себе самое лучшее. Потому что в этой игре для любого слова есть то, которое лучшее. То есть, вы загадаете какую-нибудь из этих восьми слов, я после этого могу указать слово, которое даст большую вероятность выигрыша для меня, чем для вас, если вы будете с такими выигрышами. Я понимаю, что в это с первого раза нужно поверить. Поэтому давайте сделаем так. Во-первых, сначала мы все-таки разберемся, когда загадываем не трехгуквенную последовательность, а двухгуквенную. Это совсем легко, но для того, чтобы вообще понимать, с чем я и делаю. Потом мы для любых двух трехгуквенных слов выясним, как будет протекать игра. А, то есть, с какой вероятностью один выигрыш, с какой вероятностью другого выигрыша. А дальше, самое интересное, дальше выведем форму копея, которая даст вероятность выигрыша не для конкретных слов, а для любых. То есть, можете писать любое слово, пишите любое слово такой же длины, и считаете, получаете ответ. Вещь довольно удивительная, оказывается, это можно сделать в форме очень красивой формы копея. Поехали реализовывать программу. Сначала я рисую табличку. Табличка очень простая. Есть я. Есть... Нет, лучше не я, лучше первый. Человек, который загадал первую, а так, человек, который загадал первую, это вы. Человек, который загадывает вторую, это я. Я. Теперь, что загадать? Я могу загадать орел-орел, орел-решка, решка-орел и решка-решка. Замечательно. Вы можете, на самом деле, загадать то же самое. Орел-орел, орел-решка, решка-орел и решка-решка. Ну, единственное, господа, по правилам этой игры невозможно загадывать одно и то же. Потому что, значит, бессмысленно, когда у нас выпадет, то кто-то видит это. Вот. Поэтому я здесь поставлю сразу кресты. Сразу поставлю кресты. И давайте разбираться. Все остальные игры, на смысле, смотрим. Да, вероятность, разумеется, будем все время считать с моей точки зрения. Это значит вот что. Я буду все время вычислять вероятность моей победы. Я буду делить на вероятность вашей победы. То есть я буду смотреть, во сколько раз мне играть лучше. Ну, или, соответственно, если этот раз меньше будет, то во сколько раз мне играть лучше. Некоторые здесь клеточки можно заполнить абсолютно сходу и совершенно естественным образом. Смотрите, если я загадал решка-решка, а вы загадали орел-орел, то понятно, что ответ будет единица. Потому что в этой игре решка-решка по сути ничем не отличается. Мы договорились, что монета честная. Дальше то же самое. Я загадал орел-орел, вы решка-решка. Дальше. Если я загадал орел-решка, а вы загадали решка-орел, то то же самое ответ, конечно, будет единица. Потому что, как вам сказать, опять-таки, замена решка на орла просто меняет все. Все понятно. А вот дальше интересно. Я загадал орел-орел, вы загадали орел-орел. Так, Миша, если выпал орешка, то ни к тому, ни к тому, ничего хорошего. Если в какой-то момент выпал орел, это значит, что после этого с вероятностью одна-вторая побеждаем я, а с вероятностью одна-вторая побеждаем. Здесь опять эти единицы. И здесь тоже самое. О-ой-ой-я. Отношение реальности, я уже сказал, мы высчитываем во сколько раз. Как раз вероятность моей победы, больше вероятности вашей победы. Дальше. Если я загадал решка-орел, а вы решка-решка, то то же самое не пьется. Решка-решка и решка-орел, то же самое не пьется. Здесь есть вот такое интересное издание. Я загадал решка-орел, а вы загадали-орел. Смотрите, как вообще может происходить это? Если с самого начала, с начала урок О, и потом О, то вы выбирали. Это происходит, разумеется, с вероятностью одна-четвертая. Вот с вероятностью одна-четвертая вы победили. Отлично. А скажите, пожалуйста, а еще у вас есть вероятность победы? Вот представьте себе, идет-идет-идет-идет игра, и в какой-то момент выпали два раза буквы О. Может такое быть? Да нет. Потому что если для нас выпали два раза буквы О в первые, то до этого два раза были буквы F. А если до этого был буквы R, то значит я бы их. Получается, что единственная ситуация, когда вы уходите, когда игра начнется с 5-й у, это происходит с вероятностью одна-четвертая. Во всех остальных ситуациях вы не можете, то есть перекатить. Соответственно, ваша вероятность будет выигрыша одна-четвертая, моя три-четвертая, и здесь написано число. Ну, естественно, здесь будет написано одна-треть, потому что в этой ситуации, то есть Максимович, здесь будет написано одна-треть. Хорошо. Теперь, если я загадал орешек-решек, а вы загадали орех-решек, а это то же самое. Чтобы мы не выиграли, мне нужно сразу включить дверешки, это происходит с вероятностью одна-четвертая, и здесь будет число. Хорошо. Давайте я выделю, например, те числа, которые в этой таблице больше единицы. Это будет число 4-й, и вот это число 3. Картинка выглядит очень просто. РО сильнее, в общем, не просто сильнее, а в 3 раза сильнее, чем ситуация О. И ОР в 3 раза сильнее, чем, что? Чем РР. Ну, господа, а вот остальное, в принципе, в общем, можно это не рисовать, потому что дальше все остальные игры, они проходят в О. И здесь у нас просто, если человек, который решил со мной играть, выбрал ОО, то я выбираю ОР. Если он выбрал РР, я выбираю ОР. Если же он выбрал РО, то ничего страшного, я не играю, я выберу ОР. Если выберу РР, и все. Если он выберет вот одну из этих, то я свожу ключ. В ней нет абсолютно ничего интересного, потому что, ну да, понятно, что какая-то эмбинация, какой-то другой эмбинации. И, ну, получилось так. Оказывается, что для трех букв ситуация абсолютно... Продолжение следует...